Междугородние внутрипоселковые автобусы в Николаевском районе почти два месяца не выходят на маршруты. В редакцию губерния обратились жители сразу нескольких сел, в которых нет больниц, аптек и даже продуктовых магазинов. Ходить между селами пешком они не могут. Далеко и можно встретить медведей. Сейчас жители сел собирают подписи для обращения в прокуратуру. В ситуации разбиралась Дарья Небора. Жил массив небольшой, но живут одни пенсионеры. И все жизневажные объекты находятся на рейде. В поселке Горном в Николаевском районе нет магазинов, аптек и врачей. За продуктами и лекарствами жителям сел нужно ехать в соседнее село Мага. Но с начала мая автобусное сообщение полностью прекратилось. Тоже живут в основном одни пенсионеры. В летнее время ходить нам страшно по дороге, потому что по лесу ходят медведи. Выходят и на дороги, и везде. Без автобуса нам никак. В селе Красном по огородам уже неделю ходит медведица с двумя медвежатами. Дикие животные в Николаевском районе часто подходят близко к селам. Их легко встретить и на дорогах между населенными пунктами. Ходить пешком жители сел боятся. Отрезаны жители почти десятка сел. Автобусное сообщение с Николаевском на Амуре нет по четырем маршрутам. Внутри протяженного села Мага автобус тоже не ходит. Поездка на такси до города в один конец стоит от тысячи до двух тысяч рублей. Как объяснили в администрации Николаевского района, в декабре прошлого года право на автобусные перевозки на торгах получил новый предприниматель. Он сбил стоимость контракта в четыре раза. С 7,5 миллионов рублей до 1 миллиона 800 тысяч. А в начале мая неожиданно расторг контракт. Провели переговоры с крупными перевозчиками Хабаровского края. Предложили выйти на контракт. Ну вот ждем, может быть кто-то созреет. Очередной конкурс на право перевозки завершится в среду 30 июня. Пока на него никто не заявился. Жители села Мага тем временем готовят обращение в прокуратуру.